Три, две, пошаг! Непрекращающийся дождь не останавливает стойких триатлетов. Первый этап – проплыть 750 метров. Шапку выбрать, шапку! Из-за ненастия даже снялись соревнования спортсмены из Перми и Чайковского. Хотя организаторы говорят, температура на улице для триатлона – самое то. Сегодня погода формула 20 на 20 великолепна. 20 температур воды официально замеренной, 20 температур воздуха. Участник бежит, тело разгорячено, замечательно, он не перегревается. Были моменты, когда у нас на улице 30 градусов было, это, конечно, хуже гораздо было. После заплыва в транзитной зоне спортсменам нужно быстро перескочить на велосипед и вперед в 20 километров. В велогонке уже наметился лидер – 18-летний берегниковец Влад Семенов. За ним буквально по пятам идет его соперник – опытный и именитый триатлет Сергей Мишанин. И по совместительству тренер Влада. Все решит пять километров бега. Средь девушек борются наша землячка Екатерина Чуксеева и ее соперница из Казани Кристина Запасная. В чемпионате Приволжского федерального округа приняли участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Саратова, Свердловской области и Татарстана. Итак, абсолютный победитель гонки Влад Семенов. Вторым приходит к финишу его наставник Сергей Мишанин. Когда ученик превосходит учителя, для тренера лучше любой медали. Отлично все. Сейчас нахожусь в хорошей форме. Поэтому старт весь прошел хорошо. Сложно было, но асфальт плохой на велосипеде. Очень надо было хорошо выбирать дорогу и контролировать ситуацию. Не расслабишься. Не расслаблялись и девушки у нашей грязняковской спортсменки Екатерины Чуксеевой. Победу отняла соперница из Казани Кристина Запасная. Екатерине досталось серебро, но она не жалеет, ведь на днях одержала куда более важную победу. Моя берег была тяжеловата, потому что я целую неделю уезжала поступать и пропускала тренировки. Ага, а куда поступила? В Чайковский государственный институт физической культуры и спорта. То есть кем будешь? Тренером. А поздравляют всех победителей и призеров соревнований. Евгения Кокшарова и Степан Некрасов. Новости Верхнекаме. Новости Верхнекаме.